Всем привет, дорогие друзья, с вами Анна Кэт, и это третий выпуск обзора на Мир Майнкрафте. Я хотела добавить, что под прошлым выпуском мне стали писать комментарии, что я использую креатив. Но я утверждала в прошлом выпуске, что я его не использую. Я даже сейчас специально включу интернет, чтобы вам показать, что я не использую креатив и даже выполнять достижения. Ну что ж, начинаем обзор. Так вот, собственно, достижения. Они у меня здесь есть. Я их даже здесь выполняла уже немножко. Вот. Сейчас у меня загрузится. Вот, я даже сейчас могу выбрать достижение какое-нибудь и даже его выполню. Какое-нибудь полегче, чтобы долго не выполнять. Ну, например... Давайте козу в лодку посадим. Почему бы и нет. Если что, в будущем я буду снимать тут такие-нибудь, ну, видео, может быть, даже летсплей, где я буду выполнять достижения специально. Так, лодочки у меня здесь нет. Походу, значит, дается крафтить. Тихо же ее искать где-нибудь. Где-нибудь эту лодку. Хорошо, скрафтим лодку. Без проблем. Вообще. Все, лодочка сделана. Я знаю, что сейчас, наверное, многим неинтересно наблюдать, как я крафтю лодку и пытаюсь выполнить достижения, чтобы показать, что у меня тут нет креатива и не было его никакого... Доброе утро. Хорошо. Да, сюрприз. Замечательно. Где бы нам найти козу? Надо ее поискать. Ну, и заодно, раз я направляюсь в ту сторону, я покажу летающий остров. И ферму. И еще место, где я тут справляла Новый год, строила новогоднюю постройку. И так просто для разнообразия что-то делала. Курица. Я думаю, это коза. Вот летающий остров. Я его строила, кстати, один день, что ли, или два. Спасибо, Моджанг, что добавили строительные леса. Иначе бы я не строила так быстро. Так, сейчас я возьму литра и фермерки. И продолжу искать козу. Вот тут, собственно, я исправляла Новый год. Тут немножко неопрятно. Тут, как вы заметили, уже какие-то взрывы и все. В общем, разорвано. Тут были криперы, я тут дрылась коза. Тут дрылась криперами. Вот такое вот место, в принципе. Делку я тоже долго делала. Нужно ее было вырастить, потом ее ровняла, украшала. Иди сюда. Чукочек. Все. Типа. По идее. Куда плыть-то? Плыть некуда. Я не знаю, плыть где. Где плыть? Как плыть? Я не знаю. Речка тут вот она, внизу. Если... Что это? Если я вню козу. Придется, видео сгореть, опять. Если я вню козу. Вот так с ней поплыву. Все. Типа поплыла. И что теперь? Майнкрафт, алло. Все. Все. Все, он заметил. Молодец. Спасибо, Майнкрафт. Ты теперь стоишь на себя. Собственно, я доказала, что я не использую креатив, что у меня здесь есть достижения, и их вполне можно выполнять, потому что кое-кто, то есть я подключалась к учтемной записи Microsoft, или как они-то называются. В общем, я подключалась к Microsoft, и теперь могу выполнять достижения. Ну, в общем, вот. Тут такой вот колодец какой-то замерзший. Здесь вообще цепи, на которых должны висеть фонарики. На них какие-то висели. Ну, вообще, какой-то страх. Обазон. Тут видосклад. Вот такие вот резы. Сейчас я буду на ферму прям, вот, полегчу на ферму. Ну, в принципе, все. Интернет отключу, потому что у меня лагает очень, когда я им пользуюсь. Я туда внутрь не буду залезать. Не собираюсь. Там потом выбираться сложно. В общем, туда прям вот платформа для АФК ведет. В общем, тут все сложно с этой фермой. Она у меня даже не доделана, потому что я ее начинала делать, но так и не сделала. Ну, хорошо. Переходим к основной части выпуска. В этом выпуске я хочу обозревать Незер, потому что я там тоже развивалась, и там у меня тоже есть дом, можно сказать. Вот. И так далее. Прямо я сейчас подлечу к порталу. Вот и все. Теперь надеваю нашу мороженую. Кстати, многие могли задаваться вопросом, зачем это сказать с собой шалкеры. Там у меня лежат все необходимые вещи, на крайний случай, если вдруг со мной что-то случится, то у меня не всегда есть эти шалкеры. Так вот. А, ну, на липу попал. Сразу беру меч, на всякий случай, потому что атаки пиглинов и гастов никто не отмечает. Я даже специально могу вам показать место, где я сражалась с Иссушителем. Верное, многие знают, что Иссушитель на Бедрик Эдишн, он намного сильнее, чем на Джави. Поэтому битва с ним была очень сложная. Я пойду, потому что длинные, они на меня 100% фагрятся, я поначалу. У меня нет при себе золотой брони. Вообще не люблю ад. Вот вы не слышите? У меня тут столько звуков страшных, как сразу же приветствуют. Господи, это ненормально. Майнкрафт, прекрати, пожалуйста. Майнкрафт. Прекрати, пожалуйста. Ладно. Наверное, так и должно быть. Я в Майн играю 4 года, и такого ни разу не было, чтобы столько страшных звуков. Хотя так и должно, наверное, быть. Скорее всего, да. Ну, просто стрёмненько. Напоминает мне... Не знаю, какой-то мистический ролик как какого-то ютубер. Не знаю. Ну, в общем, продолжим обзор. Тут у меня пиглины в ямке сидят, с которыми я торгуюсь время от времени. Это моя база основная. Тут у меня склад. Вот такой. Какие-нибудь, пока тут ресурсы. Уже все видели, пока я тут стояла, боялась. Вот. У меня вроде как во всех печках есть уголь. А, да. И вот кирпичи плавил. Внизу у меня вот такая вот терраса. Вот. Чуваки, давайте, пожалуйста, без агро. Хорошо? Ладно? Все, хорошо. Договорились. Стрёмно. Ладно. Я тут хотела еще броню починить, но я, наверное, потом сюда приду. Уйди! И так стрёмно! Я Незер не люблю вообще. Ну вот еще страшные звуки пошли. Это вот прям атмосфера стрёмно. Прям вообще. Хорошо, что вы не слышите их. Не знаю, какие-то проблемы с микрофоном. В общем, повезло вам, что вы их не слышите. Я в наушниках просто в Майнкрафт не играла уже очень давно. Хорошо. А мы подходим, так сказать, к эпицентру моей фобии. Я очень боюсь иссушителя. Это звучит очень странно и необычно, но я реально его просто панически боюсь. Спасибо, Майнкрафт, за вот эти вот звуки замечательные, которые прямо вот придают изюминку моим фантазиям, блин. Слушай, там еще Гаст у меня. Это вякает. Эпицентр моей фобии. Добро пожаловать. Вот тут вот я призывала иссушителя. Это все он сделал. Это все он сделал. Не волнуйся, вот тут нет. Я его победила. Как я и говорила, в моей какой-то серии позапрошлой, прошлой... Боже, я так испугалась. У меня там еще очень много зелья огнестой, костюм, я их не взяла. Запись вот сейчас, зайдем. Боже, мне так стремно. Я вот реально, я в Майнкрафт, в наушниках не играю обычно вообще. Ну, а вот тут в наушниках решила в Незер, блин, зайти. Уф, как страшно. Давайте-ка, пожалуйста, вернемся в обычный мир. Мне здесь реально не по себе. Я, в Майнкрафте, очень редко бываю. Хоть тут и полутать можно очень хороших вещей, но у меня этих хороших вещей очень много, поэтому я сюда обычно не хочу. Ладно. Чува, Майнкрафт! Хватит, пожалуйста, перестань. Радио Джеба, пожалуйста. Тут, кстати... До свидания. Окей, вернемся в обычный мир. Тут больше ничего интересного нет, я больше ничего тут не строила, только... Вот база моя основная. Все. Разумеется, ночь. Когда же еще? То ли дело обычный мир, тишина, умиротворение и спокойствие, и никаких лишних звуков. Ну, это, наверное, все, что я хотела показать в этом выпуске. Незер встретил меня не очень гостеприимно. Обычно такого не бывает. Чтобы я прям шарахалась там. У меня реально стрекло было, это так непривычно. А я в каком-то захожу в сухом. По-круду, душка мяска. И, наверное, пора заканчивать этот выпуск. Ну, а с вами была Анна Крэд. Всем спасибо за просмотр. И ссылочка на вторую часть в описании. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»